Всем привет! На дворе осень, а это означает учебу, бессонные ночи и потрепанные нервы. Но давайте не думать о плохом, ведь она, как всегда, богата громкими игровыми релизами, в которые вы все равно найдете время поиграть, несмотря на учебу. А мы, как всегда, следим за новостями игровой индустрии и подготовили для вас самые интересные из них. Но самая главная новость в начале. Я до сих пор болею, но если тебе все равно на бедного рязанчика, а главное видеть побольше видосиков, поставь лайк и поддержи хотя бы мои старания. Смотрите в выпуске! Анонс PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim. Стоит ли брать? Марио перебирается на мобильные устройства. И как ловить покемонов с наручных часов? Море подробностей о мультиплеере Call of Duty. И знаменитое аниме в стиле Майнкрафта. Смотрите эти и другие новости сегодня в выпуске. Пока в первые дни сентября вы протираете штаны в школе или в универе, Sony уже вовсю анонсировали свои новые консоли. Были представлены PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim. По большому счету, PlayStation 4 Pro это более мощная версия PlayStation 4. Только в отличие от нее, процессор в Pro-версии добьется лучшей производительности за счет его более резкого разгона. А графическая карта на 4,2 ТФ, 8-ядерный процессор и 8 ГБ памяти вполне способны обеспечить поддержку 4К-разрешения в играх, фильмах и любимых сериалах. Помимо всего прочего, PlayStation 4 Pro будет иметь 1 ТБ памяти и на новой консоли будут работать все игры, что есть на PlayStation 4. А это уже говорит о том, что не все игры будут работать в полном разрешении 4К. А возможность использовать обновленную графику в максимальном разрешении будут иметь лишь немногие игры. К таким играм относятся Watch Dogs 2, The Elder Scrolls Online, Battlefield 1, эксклюзивный для PlayStation 4 Spider-Man и некоторые другие. На прилавках PlayStation 4 Pro вы увидите уже 10 ноября, а ее цена в России будет составлять 34 999 рублей. Ох, не умеют наши округлять. Что же до PlayStation 4 Slim, то это все та же PlayStation 4, но в более компактном формате. Новинка тише, меньше и легче обычной версии. И жрет намного меньше электричества. Вот только эта малютка будет игреться в два раза больше. В остальном же характеристики остались в точности такими же. И консоль выдает 1,84 ТФ и имеет жесткий диск от 500 ГБ. На полках отечественных магазинов приставка появится уже в этом месяце, а именно 19 сентября. А стоить маленькая плойка будет от 27 тысяч рублей. Интересно, что ровно столько же будет стоить в наших магазинах и обычная PlayStation 4. Поэтому, если вы вдруг подумали потратить деньги на четвертую плойку, советуем вам чуть подождать выхода PlayStation 4 Slim, чтобы ощущать побольше комфорта, играя в любимые игры. И как же не вспомнить о компании Apple, которые из года в год работают над созданием идеального смартфона. Но нет предела совершенству. И на своей выставке 7 сентября яблочные боги представили нам свой новый iPhone 7 и iPhone 7 Plus. В целом, их основные изменения нас впечатлили, как и их цена. Теперь iPhone обладает двумя передними 12-мегапиксельными камерами, которые будут совместно работать и обеспечат самое лучшее качество мобильных фотографий на сегодняшний день. А вот отдельного разъема для наушников теперь нет. Зато есть адаптер, который соединит с собой наушники с разъемом для зарядки. И тут ни на что не намекая, Apple анонсировали новые Bluetooth-наушники, которые будут стоить в России не менее 10 тысяч рублей. Ничего необычного, так что вернемся к iPhone. Корпус сделали водонепроницаемым, поэтому теперь можно не бояться залить свой iPhone кипятком, заваривая говяжий дошик. Кроме того, Apple похвасталась новым способом полировки металлического корпуса. Предполагается, что благодаря этому держать свежий iPhone в руках будет еще приятнее. Правда, работники Apple заявили, что глянцевый iPhone 7 царапается на раз-два, так что прикупите один из множества чехлов для защиты вашего iPhone. Правда, при этом никто не увидит его блеска, но зато и царапин не будет. Обе версии iPhone получили 32, 128 и 256 гигабайт памяти. Заметьте, что Apple больше не выпускает устройства на 16 гигабайт. А теперь о самом приятном, о цене. iPhone 7 всего за 57 тысяч рублей при выборе версии на 32 гигабайта. Вариация на 128 гигабайт обойдется вам всего лишь за 66 тысяч рублей. А iPhone 7 на 256 гигабайт продают за 75 тысяч рублей. Наиболее дорогое, как это ни странно, стала максимальная версия iPhone 7 Plus на 256 гигабайт. За нее нужно будет отдать 86 тысяч рублей. Еще одна приятная новость. Это теперь уже официальное появление знаменитого водопроводчика Марио на мобильных устройствах. Нет, это не переиздание классической игры. Называется она Super Mario Run и выступит в жанре раннер, одним из самых популярных жанров для мобильных игр на сегодняшний день. О том, что Super Mario Run выйдет не на консолях от Нинтендо, рассказал сам отец Марио, Сигеру Миямото. Суть игры типична для всех раннеров. Марио будет без перерыва бежать по уровню, а игрок должен вовремя нажать на экран, чтобы собрать монеты, перепрыгивать через препятствия и атаковать врагов. Игра будет бесплатно доступна в App Store, а за дополнительный контент все же придется заплатить. Первым делом Марио посетит платформу iOS, а затем перепрыгнет и на другие мобильные устройства. А пробовать игру на своих айфонах можно будет уже в декабре этого года. Субтитры делал DimaTorzok Также Apple рассказали о новых суперумных часах Apple Watch Series 2, которые теперь полностью водонепроницаемые и обладают более мощным процессором. А самое интересное, что эти часы будут поддерживать скандально известную игру Pokemon Go. Но какими бы умными не были эти часы, это будет не полноценная игра, а лишь приложение Компаньон, которое просто позволит реже доставать айфон из кармана. Владельцы новых Apple Watch смогут видеть на экране часов информацию о том, какие покемоны и покистопы есть поблизости. Также приложение будет показывать, какое расстояние еще нужно пройти, чтобы из яйца вылупился покемон. Ну а для ловли самих покемонов все же придется потрудиться и достать из кармана свой айфон. Получилась очень удобная штука, если вы хотите ловить покемона в церкви и в других запрещенных местах. А несколькими днями ранее в Лос-Анджелесе прошла крупная тематическая выставка по Call of Duty, куда съехались фанаты колды со всех стран, чтобы посмотреть на новые игры серии и посоревноваться в старых. На выставке разработчики предоставили нам море информации об их последней игре. Call of Duty Infinite Warfare. В частности о том, что мультиплеер игры ждет большой апгрейд. На сей раз в игре присутствуют полноценные классы, которые будут иметь уникальные особенности. Всего будет присутствовать 6 классов, которые подойдут каждому. Тут вам и снайпер, и штурмовик, и ходячая железяка, которая может бегать на четвереньках, прямо как собака, и просто-напросто разорвать противника в клочья. Все классы будут иметь по две уникальных способности, основную и дополнительную. Если основной способностью будет, как правило, уникальное оружие, то дополнительное напрямую скажется на умениях персонажа. Фантом, например, сможет исчезать посреди поля боя, что дает ему возможность быть незаменимым снайпером. В то время как Warfighter выполняет роль штурмового солдата, Мерк скорее сосредоточен на обороне, и может создавать силовые поля и раскидывать всех врагов своим здоровенным щитом. А если любите рашить, то и вас не обделили. Есть классы, которые отличаются высокой скоростью перемещения, что может хорошо сыграть на элементе неожиданности, и вы застанете своего врага врасплох. Активижены в этот раз делают большой упор на динамичности, поэтому бег по стенам, джетпаки и прочие акробатические приемы будут иметь место в новой Call of Duty. Кроме огромного арсенала оружия, состоящего из более 50 видов, можно будет заниматься его крафтом. Пока не ясно, как разработчики впихнут эту возможность в игру, но известно, что готовое оружие будет разной степени редкости, и у каждого будет по случайному набору бонусов. Как по мне, так классы и крафт довольно интересные особенности новой Call of Duty, а насколько они в нее вписываются, игроки смогут оценить в бета-версии, которая стартует на PlayStation 4 14 октября. Позднее бета доберется и до Xbox'а. А вот владельцы ПК, увы, остаются в стороне. А теперь перейдем к самому вкусному. На мероприятии был показан мой любимый мультиплеер ремастера Modern Warfare. Разработчики заявили, что в нем будут все 16 карт, что были в оригинале. 10 из них будут доступны сразу с релизом. А еще 6 добавят в декабре, как бесплатная DLC. А в целом в мультиплеере, кроме подтянутой графики, никаких изменений нет. И мне вот интересно, а какую игру вы ждете больше? Ремастер или новую часть? Напишите об этом в комментарии. А насладиться ими мы сможем одновременно, так как они обе выходят уже через пару месяцев. 4 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Недавно в сеть выложили видеоролик, в котором автор соединил мир Майнкрафта и живописные места из популярного полнометражного аниме «Мой сосед Тоторо». Сам мультфильм был выпущен в далеком 1988 году, завоевал бешеную популярность и рекомендовался к просмотру во многих учебных заведениях. В СССР в 90-х годах японская анимация распространялась нелегально и продавалась в видеосалонах со знаменитым одноголосым переводом. Так что многие из вас познакомились с этим шедевром только в 2000-х. Само аниме рассказывает о двух сестрах, которые вместе с семьей переехали в деревню и встретили Тоторо. Олицетворение лесного духа, который не просто готов провести им экскурсию по своим владениям, но и всячески помогает сёстрам, пока их мама находится в больнице. Ролик на Ютьюбе почти полностью копирует дом семейства и лесные просторы. И тут перед нами возникает вопрос. Это просто небольшое видео или автор рискнет пойти дальше и создаст экранизацию известного аниме в оригинальной стилистике? И мне кажется, если автору будет хватать терпения, сил и ресурсов, то в скором времени мы с вами увидим знаменитое аниме, перенесённое в мир блоков Майнкрафта. И получим новое ощущение от просмотра старого и доброго мультфильма. Одна из самых скандальных звёзд Голливуда, Линдси Лохан, всё же проиграла суд создателям GTA 5. Напомним, что в июле 2014 года известная актриса подала иск против компании Rockstar по причине того, что они якобы использовали её внешность и стиль одежды для девушки с обложки игры. Но даже лучшие адвокаты не помогли Лохан. И суд постановил, что если персонаж и получился похожим на неё, то это уж точно не прямая попытка копирования образа, поскольку в игре не используются прямых фотографий или указаний на актрису. Поэтому авторские права никак не нарушены. Вряд ли актриса хотела реально стрясти бабла со студии. Скорее, это была попытка привлечь к себе внимание. Линдси давно известна своими беспорядочными половыми связями и любовью к наркотикам и алкоголю. Но благо в последние годы она встала на путь исправления и стала заниматься спортом. А вот кто не знает, настоящий образ девушки с обложки GTA 5 был взят с модели Шелби Велиндер. Также интересно, что это не первый случай, когда Rockstar обвиняют в краже образов персонажей. Недавно суд отклонил иск дочери криминального авторитета Карен Гравана, которая считала, что по ее образу и подобию создали Антонио Боттино. А в 2010 году суд не согласился с Майклом Вашингтоном, который утверждал, что с него скопировали СиДжея. Серию GTA всегда сопровождали скандалы, но они только увеличивали популярность игры. И мы надеемся, что Rockstar обойдет все проблемы стороной. И в скором времени все же анонсирует шестую часть мегапопулярной серии. А на этом пришло время завершить наш выпуск. Любите и играйте в игры, а мы будем продолжать следить за игровыми новинками и делиться с вами самыми интересными новостями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!